Музыка Здравствуйте! Недавно на урок ко мне ученица принесла вот эту картиночку для работы. И мне показалось, что это замечательный повод. Получилось удивительно, у нее получилось. Хоть я и помогал, но очень мало помогал. Настолько она получалась. И мне показалось, что это хороший повод для написания учебного урочика. Тем более, что подобных деванек в интернете, особенно в контактах, по-моему, все видели, не раз кокетливые, обаятельные, вот так богемно одеты фигурки. Главная идея здесь – это силуэтность фигуры. То есть, если мы силуэтность задаем, то перевод с языка фотографии на язык картины состоится очень легко. Ну вот, мы сейчас эту работу напишем с вами. Значит, у нас разбавитель, у нас кисть, у нас белило. Фоновое пятно, вы видели, слегка голубит. Мы, как всегда, начинаем с фонового пятна. В живописи масла мы делаем сначала то, что сзади, потом то, что заслоняет. Сзади фоновое пятно. Его и положим. Оно будет средой обитания нашей куколки. Избавляемся от белого. Наполняем веществом. Слегка слякотной сметанной краски. Слегка слякотной. Вы видите на палитре. Макроватая красочка. Лежачая к холсту кисть. Это уже обычные приемы, которые вы в других уроках видели. Задача очень простая пока. Избавиться, избавиться от белого. Не с рисунка начинаем. Не нужен нам предварительный рисунок. Меня даже поражает, почему профессиональные художники, наверное, по привычке из школьных скамей, сначала наносят рисунок. На самом деле, основная масса художников работает прямо сразу, без нанесения рисунка. Потому что рисунок можно нанести и внутри этой фоновой кашицы. Время для вас. Вы видите степень мокрости краски, при этом это не акварельное закрашивание, а если сравнивать его с водяными материалами, скорее гуашевое, то есть с веществом краски вполне. То есть, жидкая сметана. Вот мы избавились от белого. Вот один из моих приемов для уроков, на мой взгляд, очень актуальный. Это очень удобный инструмент для начинающего, ну хотя и для художников профессиональных и именитых, тоже удобный инструмент. Тряпка. Мы сделаем из нее рабочий инструмент. Это не будет вялое что-то. Это будет рабочий инструмент. Вот такая подушечка, фигушка вот такая. Этой фигушкой мы уложим краску на холсте. Распределительно. Часть вещества уходит в тряпку, то есть не вытирательно, а именно распределительно. Часть вещества уходит в тряпку, значительная часть остается на холсте, и в итоге мы имеем очень вкусную распределенность вещества краски на холсте. Не давим, спокойно укладываем ее, буквально укладывательно, распределительно. Покажу вам картиночку. На картиночке у нас есть более светлые, более темные места. Сейчас мы их наберем здесь, эти более светлые, более темные. Более темные будут снабжены темным фиолетовым цветом. Вы видите, как тряпка умно и удобно укладывает краску. Такие темноватые дымы и внизу светловатые дымы панового пятна. Чтобы более светло положить, можно тряпочку развернуть, сделать фигушку в другом месте и уже более светлой красочкой поукладывать. Чистые белила, прямо чистые белила беру и вгоняю в имеющиеся. Вы видите, я сначала сделал просто какое-то распределение краски. А теперь в имеющиеся красочку я уложил туманные штрешочки более темных и более светлых. Можно в том числе сработать вот этим инструментом. Тоже будет удобно. Краски мера такая, что кисть руки тоже благополучно распределяет краску. краску. Сейчас я берил, давлю. Снова берем тряпочку Фигура находится ровно в середине картины С легким смещением вправо Ошибка многих заключается в том Ошибка многих заключается в том Что начинают рисовать от наружного рисунка С вашим опытом Я обращаюсь, конечно, к новичкам Наружный рисунок, каркас картины Бессмысленно делать Потому что вы его так же не будете видеть Как с трудом будете находить силуэт Но силуэт искать легче Чем линейный каркас рисунка Еще раз обратите внимание на эту мысль Линейный каркас рисунка Вам будет найти труднее Чем идя от силуэта Расширяясь Найти Ну как бы сгармонизированную Тонкость или расширенность Изображаемого предмета Поэтому Этот ход как неправильный Уберем Опытный художник Легко То есть фактически здесь в начале Сделает практически точный рисунок У вас нет такой возможности Вы не опытный художник Поэтому пойдем Другим путем Я очень бы хотел Чтобы вы Запомнили этот путь От пятна Это нормальное Академическое проявление рисунка Это не моя новость Но для вас это будет Выручалочкой Итак От пятна Рисуем Нашу девочку Видя что она в центре С легким смещением Вправо Поставим Некую ось Теперь наблюдаем Основные изгибы Вот этот изгиб Трапеция Елочка такая Платье Наклон головы И почти Упертость головы В верхнюю часть формата Ножечка Почти в середине Чуть-чуть Смещена Влево Вторая ножечка Где-то здесь Линия Посередине Внятно Посередине Вот эта линия От нее темное Ушло вниз Что мы Делаем Мы делаем Худосочный вариант Нашего рисунка Несмотря на то что Здесь у нас уже Произошло Нарушение Но тем не менее Общий силуэт Фигуры Некую Худосочность Имеет То есть Мы можем Расширяться И еще Если бы мы Сразу Дали бы Линейный рисунок Мало то что он был бы Не точен То мы бы еще Уточняя Все время Хотели бы Заступить За эту линию В итоге Фигура бы Расползлась В ширину И хорошо Если бы мы Это заметили Своевременно Как правило Не замечают Поэтому Зная Способность Человека Уточняя Расширять Будем Блюстись От этого Расширения И в случае Неточностей Перерасширенностей Будем помнить О том что Можно сужать Обратите внимание Можно Сузить Сузить Краска Очень легко Позволяет С собой Ну масляная Краска Позволяет С собой Так Расправляться Или наоборот Расширить То есть Сузить Или Расширить Сузить Мы еще И еще Можем Настоять На Фоновом Пятне Ну это К примеру Вот эти вещи Вместо того Чтобы сразу Все цветовые пятна Задействовать Которые Видим на картине Мы сначала С вами Займемся Общим Состоянием Общим силуэтом И состоянием Фигурки А потом уже Будем вводить Новые цветики Вот например Чтобы поправить Это место Можно чуть-чуть Подтереть До сухонького Холста И на это место Вогнать Светлоту Немного Меру Так Чтобы под пальцем Краска Не очень-то Скользила То есть Вот Раздавленная Распределенная Краска Вот Ножечки наши Уже Похудели Мы видим Более темные Более светлые места Вот здесь Более темные Посмотрите Что делает палец Посмотрите Как вкусненько Он создает Вот эту Вот этот Срез Платье Как вкусненько Расштриховывают Если соблюдать Меру краски То все это Очень легко Исполнять Мера краски Как крем На коже Как некий Вязкий крем На коже Основные темности Уложим Ну вот Мне кажется Что сейчас Вот эта линия Завышена Я начинаю Ее Подвигать То есть Процесс Уточнения Рисунка Лежачий Палец Не вот Это движение Нет Не этим Пальцем А Средним Пальцем Лежачим Моделировательно Ну видите Как балованно Ведет себя Краска Как с ней Легко Когда мы Работаем Вот этим Инструментом Что Делает Палец Он контролирует Ситуацию На холсте Он ближе Всего К нашей Нервной Системе И позволяет Довольно Точно Работать С движениями Кисть Это уже Посредник Здесь Без посредника Очень Удобно И умно Укладывается Красочка Многие Профессиональные Художники Подсмотрели Эту идею На моих Видео Уроках И тоже Частенько Пользуются И пальцем И тряпкой Хотя это не новость Это все Древние Способы Изображения Но мы Иногда Забываем Забываются Иногда Новые Инструменты Появляются Новые Такие Как Мастихин Появился Так Активно Появился В живописи Современные Сейчас Я Навязываю Наращиваю Основные Темности В картине Глядя То Как я Это делаю Вы можете Для себя Делать Пометки На чем Профессиональный Художник Делает Ну Опытный Опытный Художник На чем Делает Основные Акценты Что он В первую Очередь Делает А делает Он обычно От общего К частному От общего То есть Некий Силуэт Некие Начатки Рисунка Только Начатки Пока Без попытки Внятно Вырисовывать Напомню Мера красочки Мера красочки Небольшая На холсте То есть Так только Краска Слишком Скользит Под пальцем Это уже Сигнал Что что-то Не так Краска Должна Удобно Распределяться Вы видите Общие Общие Совсем Туманные Проявления Потом По мере Начнут Появляться Уточненности И жесткий Рисунок В виде Каких-то Акцентов Ну Уже Пора Наверное Ввести Цвет Это И Бирюзовенький Бирюзовенький Видите Где-то Даже Можно Заступить За линию И Вот Это Некоторая Размазанность Размазанность Смотрите Вполне Вкусненько Звучит Рыженький Задействуем Розовый Желтый Получается Рыжий Плюс Белильца Появляется Седина Небольшая Седина Цвета Которая Здесь Различима Вы видите Вводя Рыженький В этот Фиолетовато Голубой У меня Рыженький Становится Грязноват Но ведь Это так и Есть Хуже Было Было Мы Сначала Сделали Рисунок А потом Закрашивали Отдельно Частями У нас Не было Этих Переходов Цвета Из одного В другой Этих Мерцаний Вот Вот как Сейчас Чистого Цвета Среди Сложного Вы видите Здесь я в пользу Желтого Сработал Здесь в пользу Розового Более Бледненько Решена У художника Вот эта Ручечка И тоже Зигзаг Кисти Который Едва Различим В своем Содержании То есть Ручечка Как бы Неприметно Ушла В ту часть Место Другие Отыщем Посадим Фигуру На плоскость Поставим Поставим На плоскость То есть Легкие Обозначения Горизонтальной Плоскости А можно Еще и Легкое Обозначение Некой Отраженности В ровном Шлифованном Полу Может быть Даже Некая Отраженность Вот мы И это Обозначим Какие-то Фоновые Стертости Вы видите Они тоже Рассеивают Внятность Руки И это тоже Красиво То есть Художник Совсем Не ставит Перед собой Задачу Внятно Прорисовать Намек На цвет Тела Вы видите Это не Оранжевый Он здесь Задействовал А вот Такое Легкий Намек На цвет Тела С одной Стороны Этих колготочек Этих Гольфиков Чуть Светлее И рыжее В этом месте Ножечка Практически Пропадает Становится Почти Однотонной Фону Просто В процессе Работы У художника Это получилось Нечаянно Вы видите Здесь Ножечка Растаяла Растаяла В пространстве Это могло Произойти В процессе Написания Картины Художника А могло бы Быть сознательно Сделано Так Посмотрите Что красивого В линии Касания К фону Красиво То Что она То исчезает То появляется Исчезает Появляется Исчезает Появляется Это Красивые Касания Которые Очень Свойственны Живописи И Те Фотографы Которые Пользуются Этими Свойствами Тоже Добиваются Красивых Реутатов Фотографии Итак Линия Касания То появляется То исчезает Это Красиво То есть Не Жесткий Постоянный Каркас А Мерцание Касание Одного Другому Мерцание Касание То появляется То человек Обратите на эту Вещь Внимание Часто Педагог В училищах Институтах Подходит К учащемуся И говорит Так Проверь Касание Если Учащийся Не родивый То о том Что такое Касание И что значит Их Проверь Он узнает Не скоро И то В основном Уже от своих Друзей Студентов И совсем Другое Дело Если Он Внимательный Он сразу Понимает О чем Речь Да Да Я не Я Так увлекся Точным рисунком Уточнением рисунка Что совсем забыл О мерцании Рисунка Выгодном Мерцании Рисунка Еще один Здесь важный момент Есть в этих Ножечках Это штрих По цилиндру Который Сразу Делают Ножечку Круглой Штрих По цилиндру Ножечка Сразу Круглится То же Самое Посмотрите Как Закруглились Ножечки С Ану Закры что ... Если dens Вы видите, или слышите скорее. Палец делает периодически чмок, отрываясь от холста. Этот чмок вполне наглядно иллюстрирует количество краски на холсте. То есть краски немного, что дает этот звук. Вот эти линии, конечно, очень важны, их движение, их направленность. Относительно отвеса формируем эти линии. Относительно отвеса эта линия отодвигается, уклоняется или преклоняется к отвесу. То же самое здесь, относительно отвеса и здесь тоже. Вы видите, я сейчас на палитру за темным не сходил, взял по соседству. Продолжение следует... Сейчас я возьму мастихин. Вот этот мой любимый мастихин. И для многих из вас он стал любимым. И очень многие заметили его особенные свойства. И самые смуглые места, которые палец не добирает штрихователем, плашмя мастихином по холсту. Постараюсь нагнать темноту краски. Как бы перемалывая то, что там есть, и насаждая более темная, но краска раздавливательно укладывается. И только в самом конце можно тоже раздавливать льны, как масло на хлеб, но немножко гуще, чем до того штрихом. И вот темность сложилась весьма. Но сначала, вы помните, я поштриховал. Как масло на хлеб придавливательно. Эта темнота движется дальше, не имея здесь внятных очертаний. Волосики. Вы видите, вымакивание краски, которое удаляет неточности. Волосики. Волосики. И еще виру 謝謝. Волосики. Вот так вот. Вот так вот. То смягчается, то обостряется, то смягчается. Опять обостряется. Линия подбородка. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Намек на грудочку. Вот так вот. 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 Какие-то. Вот так вот. 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 Смотрите, насколько послушна краска. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. По цилиндрику. Да, вкусненькая напряженность. Смотрите продолжение в следующей серии. Когда будете рисовать вот этот предмет и вот этот, обратите внимание, вернее, помните о том, что это члененности. Члененность костного каркаса. То есть, я сталкиваюсь каждый раз, что новичок, рисуя руку, рисует шланг, боясь показать изгибистость, даже не изгибистость, а именно члененность суставов. Члененность, члененность, вы видите, характер движений не такой уж плавный. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы видите, а все время пользуюсь тряпкой. Протираю, вытираю палец, подготавливаю его к задачам. Продолжение следует... 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 И члененный характер, подразумевающий кости фаланг. Даже если у вас легко, ну как вот у меня сейчас, легко недополучается рука, конечный продукт должен хотя бы имитировать эту легкость. То есть набросковый легкий характер показать. То есть так, как будто вы с одной линии это сделали. Это очень желательно показывать в таких случаях. Не показываем трудоемкость. Наоборот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На нашей картиночке много вот таких, вот таких ленточек. Женщинам особенно удаются красивые пируэты. Не знаю, насколько будет у меня красиво, у учениц это получается лучше. Чтобы освоить эти пируэты, можете попробовать их сначала порисовать в каком-нибудь вот таком месте. Подкручивая кисть, посмотрите, держа ее очень легко, кладя на холст. Опять это тот же карандаш. И выкрутасы, 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 выкрутасы. Которые потом затрете, когда потренируетесь. И все. И нет проблем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Можно то светлеет. То темнее, то светлее, то темнее. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скажем, если какая-то линия не удалась Все это поправимо Можно тут же пальцем подтереть это место Вернуть то, что там было И не относиться к этому слишком серьезно Субтитры сделал DimaTorzok Я при том, что посматриваю на картиночку Тем не менее, не гоняюсь за каждой линией Потому что это почти бессмысленно Лучше сделать естественную легкость Чем попытаться скопировать этот произвол кисти Смотрите, как Акцентно звучит темный В уголочке этом Чуть-чуть вот таких Обостренностей рисунка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как будто акварель расплылась В этом месте Ну и хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Вы видите, что жесткость кисти позволяет очень удобно решать эти вещи Очень рекомендую полюбить вот такие пенечки Особенно для рисунка Для рисования в живописи, именно для рисовательных проявлений Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Еще одну вещь затеял этот художник или художница, не знаю, кто ее рисовал, эту куколку красавицу Это точечки Вся картина забрызгана конфетти Сейчас попробуем это конфетти сделать и мы Значит, возьмем масло Уже не разбавитель, а именно масло Вот буквально капнем на холст Возьмем нашу кисть Разжижим с маслом То есть появится вязкость Масло, оно же некоторую вязкость имеет Вот эта вязкость нас пока очень интересует Попробуем сначала где-то в стороне Брызжит вполне Вы видите, в следочке брызг Еще раз И теперь Вот она вся В баловстве Поэтому мы и назвали ее баловастиком Брызг Это уже незначительные поправки, которые к делу не относятся. Это я уже чисто для себя. Это я уже чисто для себя. 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 Ну вот в конце я еще хочу проговорить одну вещь. Эта работа, очевидно, сделана акварелью. Мы, очевидно, сделали масло. То есть можно переводить с языка на акварели в масло. Масло может и как акварель. Масло может и как масло. Это я о преимуществах масла. Масло может и как масло. Когда уже вся работа закончилась, я вдруг заметил, что ей все-таки не хватает цвета. И добавляю цвета и света. Масло может и как масло. 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 Продолжение следует...